Предупреждение, спасение, помощь, девиз урмарских огнеборцев не изменен уже много лет. На базе Шоркистринской общеобразовательной школы прошли мероприятия к 370-летию, организации пожарной охраны в России и 90-летию со дня создания первого пожарного поста в селе. Основы пожарной безопасности у шоркистринцев, что называется, в крови, передаются из поколения в поколение. Вот уже 90 лет с момента открытия первого поста пожарной охраны в селе, дело это крепнет и развивается. Стоит отметить, что действующая часть построена в 2004 году по типу Неме, исключительно на средства сельчан. Сейчас в ведении части находятся две пожарные машины. На помощь всегда готовы прийти и сельчане, имеющие собственную технику. Есть очень хорошая поговорка, легче профилактировать, чем потушить. И поэтому ранняя профилактика дает нам избегать очень многих бед. Гибели людей, а также уничтожения строений и народного хозяйства. Поэтому занятия, которые проводятся, они имеют огромное значение. Воспитание нового поколения огнеборцев – особо важная миссия. Поэтому ежегодно в сентябре в местной школе проводят месячники пожарной безопасности. Учение по эвакуации, тушение искусственно созданных очагов пожара, теоретическое обучение. Юные дружинники проходят самую серьезную подготовку. Мы провели для старших классов практические занятия. Продемонстрировали, как нужно работать с огнетушителем. Действительно, не только взрослые пожарные тушили пожар, но и наши будущие члены дружины юных пожарных. Дружина юных пожарных продолжает добрые традиции. На сегодняшний день 57 уроженцев села стали офицерами пожарной службы. Я думаю, что каждый должен знать про безопасность для себя же, для окружающих, чтобы не было паники во время каких-либо опасных ситуаций. Без истории нет будущего. Огнеборцы в селе помнят и чтят. В 1985 году по инициативе Ивана Васильевича Крикова, заслуженного учителя Чувашской республики, в школе был организован уникальный музей воинской славы, а в 2015 году увидела свет написанная им книга на линии огня. Встреча завершилась возложением цветов к памятнику пожарным, установленному в 2016 году при инициативе сельчан на территории сельской администрации. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Республика.